Приветствую вас, и хотел бы сказать для начала, что методы, которые способны заставить человека быть с вами, есть. Это манипуляция. Это в конце концов нейролингвистическое программирование. То есть такие вот искусственные способы привязать к себе человек. Если вас это интересует, то, пожалуйста, можно найти специалиста, который обучит вас этим приемам, ну, сможете вы его себе починить. Будет это против его воли, будет это не по его желанию, и, собственно, вопрос к вам тогда будет такой. Согласны ли вы на то, чтобы человек был с вами против воли? Дальше. Если вы хотите, чтобы мужчина был с вами по желанию, то здесь тоже есть некоторые варианты. Ну, во-первых, такой вариант, что вам нужно лишить мужчину того, что он получает в этой ситуации. Вообще, в ситуации в целом, не только с вами и не только с другой женщиной, а именно с вами, обеими. Потому что мужчина находится, вообще говоря, в выигрыше. Он живет с одной, время проводит с другой. Да, он вас содержит, обеспечивает это, безусловно, но создается ощущение, что он делает это скорее для своей выгоды. То есть, он вас к себе привязал, и все, он доволен, у него есть две женщины, с которыми он общается, проводит время и спит. Но другое дело, что он не интересуется тем, каково этим женщинам. Ну, в данном случае, не интересуется он, каково вам. И когда вы предъявляете ему, в общем-то, обоснованные претензии, вы говорите ему о том, что вам больно, что он вам изменяет и так далее, и так далее, он воспринимает это, как что-то негативное, неправильное и так далее. При этом вас он запрещает жить полноценной жизнью. И оценка здесь, мужчины, может быть только одна, эгоист. Эгоист или же, который стремится самоутвердиться за счет женщин в количестве больше одной. Ну, вряд ли это любовь. То есть, вряд ли он любит вас, и вряд ли он любит ту другую женщину. Потому что нельзя быть двумя женщинами. Понимаю, что вам это слышно, наверное, тяжело и неприятно. Потому что вы несколько раз повторили, что вы любите друг друга и жить друг без друга не можете. Но вот то, что вы не можете жить без него, это очевидно. То, что он не может жить без вас, как сомнительность, потому что он, наше хватит, ездит в другой. И, в общем-то, если вы проявите свою решительность, и если вы дадите понять мужчине, что терпеть не будете больше такое его поведение, поведение, да, и что вы, как бы, уходите от него, то, что вам надоело быть на второй роли, то это вправо следует его на какое-то поведение. То есть, либо он осознает, что может вас терять, и начнет, наконец-то, что-то делать конкретное, либо он просто начнет вас обижать, оскорблять и, собственно, говорит, что вы виноваты в том, что ваши отношения разрушились. На самом деле, конечно, виноваты будете не вы, а он, потому что именно он так себя поставил по отношению к вам, и хорошего в этом нет ничего. Следующий важный момент. Вы почему-то позволяете себе терпеть боль. Вы почему-то позволяете себе ждать мужчину. Вы почему-то допускаете для себя позицию ожидаемого человека. То есть, вы ожидаете, когда мужчина к вам придет. Допускаю, что вы его любите, допускаю, что он любит вас, но, вот, правильная эта позиция, она какая? Любишь меня, женщину, другой. Хорошо. Можно представить, все уже знают об этом, да, все уже готовы, там, свадьба оплачена, там, деньги просто немаленькие, наверное, оботрачены на торжество. То, ну, можно допустить, что познакомиться с женщиной с конечкой поздно. Такое бывает. Ничего страшного. Но, говорите вы, женись, разводись, будем вместе, как станешь свободным. При этом никто не мешает вам с ним общаться, может быть, даже проводить вместе время. Естественно, никакого секса, никакого интима и в помине быть не должно. Но вы почему-то все это себе позволяете. Откуда вас догнает слепая вера в мужчину? Тем более после того, как он нашел при вас уже другую женщину, вы сами об этом пишете. Что вам такого этот мужчина дает, из чего вы не можете вообще жить? Вы же боитесь его потерять. Вы же не хотите его потерять, несмотря на его поведение. Почему? А вы же что-то теряете вы. Вы пишете, что вы без него не можете. Даже когда вы агрессируете, когда вы злитесь, когда вы скандалите, на следующий день вы его любите. То есть вы понимаете, что он вас чем-то притягивает. Вот что это? Чем он вас притягивает? Это такая личная потребность в нем. И вот эта личная потребность в нем, она и привязывает вас к мужчине. И делает вас, по сути, несвободны и независимы от него. И вот то, что вы независимы от человека, ну по сути дела определяется вашей самооценкой. Вашей уверенностью в себе. Своим самым мнением, гордостью и самолюбием. И вот их вам явно недостаточно для того, чтобы позиционировать себя в отношении с мужчиной на достаточно равном уровне. То есть вопрос, который я вам дадаю, звучит так. Почему вы допускаете для себя роль второго плана? Почему вы позволяете себя использовать? А это именно использование. То есть сейчас происходит. Мужчина может быть вас любит, еще раз повторю, я этого не отрицаю. Но он вас использует на данный момент. До тех пор, пока он спит в ходное время в работе с вами, он вас использует. Почему вы позволяете себя использовать, а точнее, ради чего? Вот это нужно определить. Что вам это дает? И когда вы отделите свои личные потребности от потребностей в том, чтобы делать тело человека счастливым, вот тогда он и будет говорить о том, что вы отрухладитесь. Потому что потребности, которые вы удовлетворяете через мужчину, вам нужно удовлетворять самому. Если вы будете удовлетворять, выяснится, что, в общем-то, гораздо меньше вас держит этим человеком. Кроме, естественно, пройдет и след, который вы ждали. И вот тогда у вас, я думаю, изменится его восприятие. Тогда, я думаю, вы по-другому будете на него смотреть. Собственно говоря, этот ваш вопрос, он как бы вот этим всем, всем, что я сказал, и заканчивается, понимаете. Мужчину нельзя заставить быть только с вами, если он этого не хочет. Он этого не хочет, судя по всему, вы это терпите ради чего? Что-то заставляет вас позволять так с собой обращаться. И вот что это, и нужно понять. И чтобы мужчина захотел быть только с вами, если он вас любит, вам нужно меняться самой. Становиться более, знаете как, ориентированным на свои интересы. Повышать границу дозволенного по отношению к себе. Больше уважать себя. А вы понимаете, когда допускаете то, что мужчина, мужчина, как бы, месяца между вами и другой, это неуважение к вам. И если вы позволяете это неуважение к вам, то и он, мужчина, будет меньше уважать вас, что в принципе и происходит. Он такое впечатление уже совершенно свыкся с тем, что он вам изменяет, что он живет с другой, и он даже не считает, что вы должны претендовать на роль единственной женщины. Он это всячески пресекает. И это есть явный признак неуважения к вам. Почему вы это допускаете? Нужно разбираться. Что вас удерживает? Тоже нужно разбираться. Вот эксперт высказал мнение, что у вас все дело в семье. То есть у вас в семье что-то произошло. Может быть так. Может быть так. Я, если честно, не сам предполагаю, но не разбираться. Но трансмиссировать ваши отношения с мужчинами, в частности с отцом, я думаю, все-таки стоит. Потому что очень может быть, что предпосылки для такого восприятия молодого человека, для такого восприятия мужчины, сразу ваш папа сам того не отзывновает. Ну и обязательно для вас нужен личностный рост, то есть повышение вашего кругозора, личностного развития, формирование у себя более высокой смоценки, любви к себе. Если вам не внушили ее, безусловно, то тогда вам нужно, во-первых, понять, почему не внушили ее, безусловно. Нужно проработать детско-родительские отношения, а во-вторых, самостоятельно путем освоения культурных ценностей и работы со специалистом, с психологом, развивать это чувство, безусловно, любви к себе, принятия себя, осознания себя как ценности, как личности, как индивидуальности. Вам нужно вырабатывать самостоятельно для того, чтобы таких ситуаций больше не повторялось. Иначе действительно можете всю жизнь так и ждать мужчину и никогда не дождаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!